Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России. Обсудим, как в текущих условиях работают угольные, нефтегазовые, генерирующие и сетевые компании, как соблюдаются нормы и требования по защите здоровья и безопасности работников предприятий. Все мы знаем, что энергетика – это ключевая отрасль национальной экономики, которая прямо влияет на развитие обрабатывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, наших городов и сёл, территории страны в целом. И, конечно, во многом определяет экспортный потенциал России, состояние государственных финансов. Добавлю, что современный российский ТЭК, а здесь работает, кстати, 2,5 миллиона человек, это высокотехнологичная отрасль. Где трудятся уникальные специалисты, реализуются проекты, которые не имеют аналогов и в мире, в том числе на арктическом шельфе, в суровых условиях Восточной Сибири, с применением самых передовых решений, связанных с цифровыми технологиями. В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьёзными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы. Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике. Заставили её темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки. Сегодня я хотел бы услышать, уважаемые коллеги, ваше мнение, мнение бизнеса относительно тенденций на рынках энергоресурсов. Очень важны ваши оценки и прогнозы того, как дальше будет развиваться ситуация. В свою очередь я отмечу, глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого ещё не было, это правда. Я видел некоторые ваши заявления публичные и согласен, такого ещё не было. Но чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+. Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами, достигать договорённостей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места. Что в этой связи хотел бы подчеркнуть? Энергетика – это сложная, разноплановая отрасль. У каждого сектора, у каждой компании свои потребности и свои подходы для преодоления трудной ситуации. Но наша главная общая задача – обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу, от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс. Напомню в этой связи, что ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий. От их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики. Нужно сохранить надёжность этих кооперационных производственных связей. В том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничение энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны. И, конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. Потом мы с вами запускаем новые объекты в сфере, скажем, здравоохранения. Они должны быть своевременно подключены к сетям. И генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам. Проекты, которые дают заказы отечественным строительным компаниям. Большие наши проекты, которые отражаются на машиностроении, на производителях оборудования, техники. Тем самым, если мы будем всё это соблюдать, мы, безусловно, сохраним занятость, доходы наших граждан. И в заключение скажу, отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы. Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи. Уверен, опыт и возможности российских энергетических компаний помогут им достойно пройти и сегодняшний, и простой период. Продолжение следует...